Время для сферы Я люблю звук Одевающихся на штангу дисков Он такой Мне кажется даже По звуку Одевающихся дисков можно очень Узнать настроение человека Снова здрасте Сыпа права Боготриса Хотел побриться уже И упустил этот момент И не буду бриться Потому что Не примета Не буду Уже Сбривать себя До выступления Леша пришел Друг пиявок У него на животе пиявочные дырочки Это шрапнель Это шрапнель Пиявочная И уже Заключительные штрихи Подготовки Суперкубку Титанов Репетирую Присед в комбезе Репетирую Присед в комбезе А ну на бис Крюк 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 Примерно так Примерно так На самом деле это идут съемки нового фильма Колобок реинкарнация Колобок реинкарнация Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел От волка, от десы, от медведя От всех ушел Может еще раз? Добавишь что-нибудь? Не будешь добавлять? А что надо? Ну а что? Ты же 400 будешь приседать 400 будешь приседать Ты еще будешь изминаться? Все? Да Так сделай А что еще? Добавь кипятки Это мало? Мало? Сколько добавят? 250-50 Металератный хороший Будет здорово Скажите ваше мнение вообще Брали сюда Ну я думаю что он Между прочим очень сильный сейчас И может что-то поднять Но там ребята сильные Выигрывать он не собирается А так что Я считаю что свое он поднимет Петрашки и замки Он проверит Валю У меня там роук Я думаю, что можно, просто можно кое-что поднять. Четыреста. 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 Чем делать килограмм? Без лямок. Четыреста. 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 Двадцать. Четыреста. Если получится, как мы и планировали. Киперкомпенсация после этих проездов. А ты проверим твою теорию с киперкомпенсацией? я вот и проверим да и если бы как говорит миша фильм про голобок то миша сказку про голема тоже сняли человека из глины которого собрали вдохнуть его душ первый биологический робот голем михаил виктор вич кокляев как ощущение ощущение с поясница расслабилась сразу забитая чуть-чуть таким упражнениями поясница расслабилась походи по бизнесу тебе такое ответственное задание получили весь в трепете или я в шоке слегки невозможно упасть очень большая площадь как ощущение но он легковат что-то легкова ты весишь соточку дыщеват дыщеват а где-то в далекой сибири в деревне с названием дыра есть лёша живет в ней воронин серёжа мечтает по лёшиной задней бедра но что алёша на закреп мечтает пройтись а по задней бедра в тарелке в тарелке в тарелке в тарелке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро, Витя! Доброе утро, Витя! Доброе утро, Витя! Доброе утро, Витя! Руки, правда, затекли... Доброе утро! Доброе утро, Витя! 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 А в основном у вас в специализации идут спортсмены или все? Нет, все, не важно. Все, у кого есть проблемы? Конечно, шейные позвонки, грыжи мисподвоночные, разрушение тазобедренных суставов. И, Миша, поставься сюда. Головные боли, мигрени, все это естественно. Все это связано со скелетной структурой, да? Да, абсолютно. Он не расслабит, тонус не уйдет у меня мышечный, не знаю. Уйдет сейчас. У меня он будет немножечко надужен. Может, в прошлый раз Миша сделали, тонус ушел. Сейчас еще сделаю. Нет, но смысл в том, что на соревнованиях это не будет в минус? Нет, это наоборот будет плюс. Мышцы не должны быть напряжены, да? Они должны быть. Они должны слушать команду. Как только даешь команду мышц, она должна выполнять то, что нужно тебе. Но она должна находиться в состоянии рабочем и в состоянии покоя. Когда она в состоянии воспаления всегда, то есть молочная кислота до конца не усваивается, и в самих связках идут накопления. Из-за того, что гипертонус начинается, все. Ну, Миш, теряешь подвижность. И все. Миш, а ты после вот прошлых разов чувствуешь вообще вот разницу? О, да. О, все. Миш, смотри. Да. Да. Угол разворота больше. Сильнее, да. Механизм КПД. По-любому работает больше. Битерс, тритерс. Мне немножко больно, но это нормально. Потерпеть можно и все. Сейчас еще. Смотри, Миш. Ага. Получается полностью по всем суставам, по всей скобице. Абсолютно невозможно работать только с плечевым суставом, с локтевым, с предтречья, с кистевым суставом. Нужно. Организм это единое целое. И не надо рассматривать его отдельно. Ну-ка. Ну что, Миш? Да. Да-да-да-да. Садимся сюда. Смотри, как тебе, Валера, все происходящее. Впечатляет. Впечатляет. У него сейчас объем старик, мышц. Он не тренировался. У меня в полтора раза больше. Кровок войдет. Конечно. А вы вот так вообще вот измеряли силу нажатия вашей руки или пальца? Просто потому что я знаю, что у вас очень сильное нажатие. Ну это КПД такое, во-первых, это даже не могу представить. Но гвозь, наверное, можно забить. Тут получается точечное направление. И ни в коем случае не вдаваешь. Тут работаешь по направляющим. И сам позвонок или сустав, он входит туда, куда ему нужно. Расслабляемся, хорошо? Сразу левую сторону отпускает, правая еще в тонис. И увеличивается межпозвоночное расстояние. И где седалищные кости снимается спазм. То есть расстояние между тазом и кубчатым отделом немножко увеличивается. Тенусалом это позволяет более... Что должно быть. Да, что должно быть. А у нас со временем происходит сращивание. Сейчас мы еще грудные вещи поставим. Но вы просто не пугайтесь, учитывая, что у Миши такой вес. Это тоже полосок не весит. Да, 110 килограмм нерабочий вес. Рабочий в каком плане? Ну, в плане сейчас, в данный момент. Если я буду меньше весить, я не смогу выполнять определенные вещи. Теперь даже, Миша, прогнитесь, собаку сделайте и нагрите вперед. Даже совсем будет другое состояние. Как ощущения? Хорошая. Поможете на шпагат посадить человек? Могу. Ну, не, 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 не. Не сегодня. Я так, я чисто, чисто теоретически спросил. На живот, возможно. Не то, что там, а вполне реально. Я же, я тебе могу на шпагат посадить. Не, Миш, тебе я точно не доверюсь. Это анекдот старый. За сколько вы пробежите 100 метров? Говорит, за 500 долларов пробегу. Да. Я же, на сколько вы посадите человека на шпагат? За 500 максов посажу. Мышцы становятся вот. Они очень нежные и мягкие. Никакого напряжения. Никакого тонуса. Лишь они станут жесткими и как камень. Перефаршируем его яблоко и в духовку. При команде, вперед. Тогда мышцы становятся мягкими. Дякую барзов, как говорят наши польские братья. Понял, понял. Что переводится. Большое спасибо. Вот, и я надеюсь, что... Да все будет хорошо. По крайней мере... Своё поднимем. Пока я своё постараюсь поднять. Да, да, своё поднимем. Как говорил, мой один знакомый, хороший. Нам чужого не надо. Да, у нас своего хватает. Нам своё подавай, половину ихнего. Да, половину ихнего. Завёт тебе. Тут воспаление в переднем пучке от того, что сам сустав ушел вперед. Его просто сместило. Сама трапеция ушла и при работе так и вот работает. Да, да. Вот самая вылезненная работа. То есть, вверх я могу работать ещё. Да, а включаются пушковые мышцы, они просто связки, они не работают. И давно тебя так вылезают? Да, уже полгода. А после какого раза? Ой, а я уж не помню, что я делал. Сейчас мы всё поставим. Потом можно сделать просто минимальное откапкалывание. Мезотерапия. Допустим, обычный травмель, Цель и дискус. Они снимают отёки и убирают воспаление. На спину, рыц. Вот сейчас мы поставим сустав, зайдёт на место. Ну, так или иначе, после вот таких процедур надо всё равно же, наверное, где-то дней десять ничего не делать. Ну, хотя бы неделю. Не то, что ничего не делать. Три дня получается, чтобы до конца мышца восстановилась. Чтобы ушёл отёк и ушло воспаление сустава. Потом хоть. Теперь поднимайся. Теперь работайте. Теперь даже можете спомниться сжимания делать. Я не буду делать сжимания, пока не буду. Сейчас нужно её немножко дать. Зажить? Лёгкий, да. А потом лёгкий, 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 лёгкий тонус. Сейчас сразу своим весом я навалюсь. Ну, да, вот это будет. Это будет не очень хорошо. Потому что температура в суставе есть. Угу. Это говорит о том, что сустав воспалён. И что некрозные процессы идут. Вот. Да, совсем уже. Что, даже не больно? Нет, даже смотрите сейчас. Можете спокойно на сустав. Я здесь опереться на одну руку. На одну, без проблем. Да, вот она прям, вот прям как будто вставляла что-то до этого. Оно клинило. Клинило, да. Передний пучок подклинило, получается. И сам сустав заклинило. Его просто стапали. Но это же связочная неприятность получается. То есть связка, как мне объясняли, что есть в кости ложа там. Да, да, да. Она выпадает оттуда, и всё. Из-за этого возникает проблема. Она может там натереть новое ложе. Оно может истереть, и может и порваться. И там ещё. Правильно на место ставишь, поскольку есть связочная память, есть мышечная память, есть костная память. И вся костная структура у нас держится на хрящевой основе. То есть все фасции, они подвижны. Лицо можно двигать там, носовые части, внутренние перегородки можно ставить. Это всё можно делать. Я понимаю, что ситуации уже за это время было очень много, но всё же вот самая такая серьёзная ситуация, которую у вас получилось исправить, которой вы гордитесь, в принципе, есть что-то такое? Да вы знаете, в принципе, я уже так, честно говоря, не горжусь, вдруг корону одену. Работаю, в принципе. Всё, что невозможно, мы делаем. На ноги поставили уже не одну сотню, да? Да, не одну сотню. Уже тут, начиная с проблемой, уже... Ну вот так самые такие, знаете, часто встречающиеся проблемы у людей, от которых вы лечите... Ширные вопросы, грудные смещения, зажимание нервных корешков, головные боли, поясничные вопросы, протрузии там, и многое-многое другое. Как новенький. Ну что? Вот как вы и говорили, то есть какой-то такой тонус, как будто я сейчас... Начинают мышцы, потом работают, не начнутся. Да, как будто я раз так 50 оторвался. Пару дней надо подержать немножко, чтобы оно зажило. А потом можно даже резиночкой, да? Конечно, конечно. Потом ещё через пару дней можно подправить, кое-что доделать, и всё, и вперёд рвать всех. Сергей Ряциславович, можно от вас один совет или несколько для всех тех, кто будет смотреть это видео? Ну, такой по здоровью. По здоровью? Ну, как я могу сказать совет, в принципе. Берегите себя просто. Уже если проблема, то она есть, надо её решать. Ничего запускать не стоит. Ничего не стоит запускать. Лучше всё решить на ранней стадии. Это гораздо всё проще, быстро, чем потом, когда заходит в хроническую форму. Уже когда спазмические очень сильные боли, когда уже люди себя на бейсболе очень на таких вот вещах. Всё, спасибо вам. Что, Миша, ты сейчас делаешь? Слушаю, как Виталик смеётся. Сейчас вообще не слышал, что смеётся. Я сейчас в ресторане «Ко-Ко-Ко». Ресторан находится в городе Санкт-Петербург. И этот ресторан, так скажем, предотвлежит Сергею Шнурову, нашему знаменитому аудиозному исполнителю русских народных песен в новом стиле, можно сказать, русской правды, исполнитель русской правды. Вот в его этом ресторане в Хабаке. Вот, смотрите, здесь прекрасный, прекрасный менеджер, управляющий. Даша, привет. Здравствуйте. Я желаю. Все вот эти блюда мне предложили вот этот супчик по её рекомендации. И вот я его сейчас буду есть. Так супчик называем? Супчик. Я забыл, как он называется, но он очень вкусно пахнет. Очень вкусный на вкус. А ещё здесь прекрасный хлеб, который пекут прямо здесь. Вот. Это Питер, детка. За полтора дня, за полтора дня до Кубка Титанов. Вот мы заправляемся. Даже Валера, он рад и счастлив. Очень вкусный салат. И дайте хлебушку, пожалуйста. Приготовлено вообще не шляп. А Сергей Шнуров вообще прикладывает свою руку к рецептам? Он не готовит, он пробует и он самый важный критик. Он всегда высказывает своё мнение по поводу того, что ему нравится или не нравится в нашем меню. Но всё же у вас очень интересное меню. Какие-то, наверное, пожелания всё-таки от него были, чтобы оно именно было каким-то необычным? От него самое главное пожелание было, чтобы было вкусно, всегда гостеприимно, радушно и был выбор, было что поесть. Потому что очень часто в ресторанах негде. В жизни, ну, если нужно что-то экспрессивно сказать, то может быть. Но очень приятное в общении человека. Ресторан Коп-Ко. Здесь вы можете попробовать мороженое со вкусом боблы, крапиву в кляре и лимонад из шишек. Сосновых шишек. Ваше здоровье. Хорошие шишки. Медрё на мать. Ну вот, 29 число, день прилёта. День окончил. Вот. Завтра ещё разминка у меня небольшая. Там 200 килограмм тяга, 200 присед. И 110 жим по три разика в подходе я там сделаю везде. Ну вот. Да, нормально всё. Всё хорошо. Даст Бог, всё будет нормально. Не выиграть поехал, поэтому особо никаких горений нет. Поднимать надо просто. Килограммы свои такие есть и всё. И мне так что-то... Песенка такая придумалась в нём в голове. Не жди от коляна дешёвого сана. Тот сан, то что был ещё вчера. Витринок наполнил, наполненный пьюр протеином. Его будут юзать фраера. Вот этой хорошей лирической ноте я подставляюсь уснуть. И ты, Яшенька, ложись, баеньки. Завтра ещё у нас день и послезавтра выступать. Всем пока. Пока.